Так как мы любим компьютеры и не можем представить свою жизнь без игр, имеем грешок и просматриваем трансляции популярных стримеров на YouTube и Twitch. И как-то раз заметили, что у очень популярного ютубера с ником Бисквит подозрительно низкий FPS. Поэтому приняли решение написать Васе и предложить обновить его ПК. К тому же сделать персонализацию в стиле игры. Все начиналось со стандартной переписки в Телеграме, разработки дизайна, уточнения пожеланий Васи и наших субъективных взглядов на проект. Но для начала нам нужно было получить уже имеющиеся комплектующие от Бисквита, посмотреть с чем мы столкнемся и дальше решать по ходу. До утверждения готового дизайна мы не запрашивали прислать нам ПК, чтобы не оставлять самого ютубера без ПК и удовольствия от игр. Поэтому как только дизайн утвердили, Вася сразу же отправил сборку в нашу лабораторию. Первым делом после получения ПК мы принялись его разбирать и проверять состояние комплектующих. Бисквит сразу предупредил, что последний раз заглядывал в ПК пару лет назад и мы уже представляли, что нас ждет после вскрытия крышки. Но все оказалось не настолько грустно, как мы думали. Да, не идеально, но и не критично. Потратив около часа с пультом от компрессора в руках, мы все же добились идеального состояния материнской платы, памяти и блока питания. Вы спросите, а где видеокарта? А видеокарту мы с Вася решили поставить новую, более мощную и более красивую. Как оказалось, Бисквит давно уже определился с лагерем зеленых по видеокартам и свою старенькую 1080 Ti заблаговременно продал до пересылки ПК к нам. А на сегодня оптимальной видеокартой для игр в 2К 144 Гц является именно 3070. Она обеспечит отличный FPS во всех современных играх. И что более важно, кроме чистой, отличной производительности, она предлагает технологии, которые на сегодня просто must-have. Такие как трассировка лучей, DLSS и достаточно полезная для стрима бродкаст. Давайте еще разок пройдемся в целом по комплектующим. Процессор i9-9900K с охлаждением, которого пришлось повозиться. Видеокарта RTX 3070, 32 гигабайта оперативной памяти с частотой 3200 МГц, материнская плата MSI Z390 Apro, 3 SSD диска разных объемов под игры, программы и систему. Ну и остальные комплектующие, о которых мы расскажем по ходу сборки. Далее пару часов у нас ушло наклейку корпуса с нашим дизайном. Кстати, многие на стриме Бисквита спрашивали, что за корпус мы использовали и как его купить. Так вот, название корпуса CubeCup, он есть в двух цветах и по подсказке вот тут где-то будет полный обзор. Пока корпус преображал свой внешний вид, мы занимались деталями и стилизацией комплектующих под Rust, а как известно, Rust переводится как ржавчина. Поэтому нам ничего не пришло лучше в голову, чем поискать интересную рельефную краску с таким же эффектом. Параллельно, чтобы подчеркнуть концепт, заказали похожие на текстуры в игре панели из репленого алюминия. Для покраски деталей у нас есть отдельное помещение, где можно стать веселым без респиратора в течение пяти минут, даже при включенной вытяжке. Грунтовка, покраска первым слоем, потом вторым, потом стилизация кабелей блока питания. К слову, краска на них очень хорошо держится. И уже к вечеру мы сами были в восторге от своей идеи. Краска взялась настолько хорошо, что с расстояния полуметра ощущение будто перед тобой и правда ржавые провода. Так как у нас еще оставалось немного алюминия, приняли решение сделать еще и бэкплей для видеокарты, чтобы прям подчеркнуть ее мощь и уникальность. И в целом получилось неплохо, посмотрите сами, как переливается краска под лучами света. А если включить RGB подсветку, то вообще будет ауф. Но это мы вам покажем позже. Для лого Rust лучше места, чем пылевой фильтр, сверху не найти. Выглядит отлично, да и охлаждению не мешает. Сутилизация в целом готова, теперь можно перейти к полной сборке ПК. Устанавливаем процессор, материнскую плату и память сразу в корпус, они нам мешать не будут. А все остальные узлы мы сможем установить по ходу без проблем. Да, нам немного мешал задний кулер, так как радиатор материнской платы стал выше из-за накладки почти на 3 мм. Поэтому временно его снимали для комфортной установки. Дальше установка SSD. Места благо тут достаточно, а третий спокойно поставили с переходником на место жесткого диска. Изначально мы подумали, что блока питания в ВАСе на 650 Вт, возможно, будет достаточно для стабильной работы, RTX 3070 и процессора 9900K без разгона. Но рисковать не стали и уже после съемок поменяли на более мощный блок питания на 750 Вт. У нас были вопросы по охлаждению процессора и Вася очень сильно просил поменять его кулер Dark Rock Pro 4 на водянку, чтобы и место меньше в корпусе занимало, да и красоту все вот эта башня не перекрывала. Хозяин барин, сказано сделано. Фирменная SVO Cube на 240 мм. Отлично подошла по параметрам, с классной подсветкой и отличными показателями отвода тепла от процессора. Далее установка RTX 3070. Мы взяли версию от Asus модельного ряда Strix. Она, конечно, великовата, но при этом три вертушки и отличное охлаждение. К тому же не зря на нее пал выбор ВАСе. Уже было анонсировано, что вскоре раз будет поддерживать функцию Nvidia Reflex и в игре отклик будет выше, а значит и зажимы с калаша можно будет делать точнее. Об этой технологии мы готовим отдельный большой выпуск, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Еще немного косметических деталей, причесывание кабелей и первый запуск ПК. Вышло очень круто, правда ведь? Ржавые накладки, дизайн корпуса и особенно красная подсветка отлично подчеркивают стиль владельца и его преданность любимой игре. Проект вышел достаточно сложным, при этом мы старались выполнить его максимально быстро. А теперь пришло время все-таки спросить у владельца его ощущения от первого запуска ПК. Насколько больше стало FPS в Rust и доволен ли он результатом в целом? Так, ну во-первых, всем привет. Скажу сразу, что компьютер мне понравился прям очень сильно. Я давно хотел компьютер в стиле Rust, я давно о нем мечтал и так как в Rust выходило обновление, я понял, что это мой шанс как бы обновиться. И ребята из Artline сделали просто то, что я хотел. Они сделали кастомный компьютер именно в стиле Rust, который очень красивый, мне просто все нравится. Спасибо. Функцию Nvidia Reflex в Rust добавили где-то около месяца назад и, пожалуй, это стало главной причиной, по которой я решил обновить свою видеокарту и я вообще не пожалел. Задержка в игре уменьшилась, стало намного комфортнее играть, да и в целом как бы ощущения от игры стали намного приятнее. Да, конечно, с новой видеокартой 3070, ну в сравнении с моей старенькой 1080i сильно больше стало фпс, естественно снимать и играть стало куда комфортнее. И да, если вы вдруг никогда не играли в Rust, то советую вам скачать, попробовать, вам понравится. Увидимся в Rust. Спасибо, Бискид. Друзья, а мы готовы дарить вам еще больше красивых и уникальных проектов, а также крутых сборок ПК. Подписывайтесь на наш канал, жмите лайки и всем побольше фпс. Бискид.